МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, ближайшее – это Пасха, правильно? И к Пасхе мы обычно что делаем? Красим яйца, наверное. Что еще делаешь? Хорошо. Таня, посмотри, что в этом мешочке ничего нет. Абсолютно ничего. Итак, сейчас возьми вот так вот мешочек. Мешочек. Наташа, ну, а тебе придется сейчас побывать в роли на сетке. Отлично. Делаем крылышки. Придется, да, вот так делать? Ладно, и что? Хорошо, ладно. Ну, блин. Давай, давай, давай. Надо, 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 для фокуса. Хорошо, замечательно. Итак, засовываем руку в мешочек. Вау, у тебя получилось. У тебя это получилось. В мешочке появилось яйцо. Ну, дорогие телезрители, вы можете обращаться к Наталье, она вам обязательно бесплатно может снести кучу яиц, если захотите. Ну, девчонки у нас такие тут, да, все звезды. Действительно, видишь, Наташа, что только не делается. Я не знала, что у меня есть такие способности, скажу честно. Ну, конечно же. Итак, помещаем яйцо в мешочек. Чувствуете яйцо? Да. Аккуратней. Куда оно делается? Посмотрите, что нет никаких отверстий, ничего. Да, абсолютно, да. Все обычный, самый что ни на есть обычный мешочек. Итак. Он необычный, он черный и волшебный. Он черный и волшебный, магический мешочек. Неужели, Максим, скоро там опять появится яйцо? Держите. Я больше не буду так делать. Хорошо, вы будете делать по-другому. Итак, сейчас поймайте воображаемое яйцо. Придайте его, Таня, в правую руку. Правую руку. Таня подбрасывает. Доставайте, доставайте. Там что-то есть. Доставайте. Классно. У нас сегодня в студии яйцо перемещается само по себе. Макс работает. Наташа тут сегодня в роли на сетке. Что еще будет интересного? Давай яйцо, как будем делать, пожалуйста. Я так понимаю, то есть нести яйца вам не хочется, да, сегодня? Хорошо, вы любите читать? Ну, очень. Знакомы ли вы с таким произведением, которое называется «12 стульев»? Да. Автор, кто угадает автора? Кто угадает автора? Ага, ну. Хорошо, ладно, прочитайте. Ага, Илья Ильф и Евгений Петров. Совершенно верно. В этой книге больше 400 страниц. Угу. Да, 400. Все страницы разные. 400, 300. Ну, конечно, все страницы разные. Текст страниц начинается с разных слов? Да. Так, ну мы уже ждем какой-то поток. Ну, хорошо, давайте фокус. Что мы сейчас сделаем? Я буду пролистывать книгу вот таким вот образом, а вы произвольно, не задумываясь, скажете «Стоп» в любом месте. Угу. Хорошо, поехали. Хорошо, стоп. Здесь? Да. Итак, сейчас мы ставим сюда закладочку. Угу. Я приоткрою вам то место, где вы меня остановили. И запомните, пожалуйста, номер страницы и первое слово, либо словосочетание, с чего начинается текст страницы. Хорошо. Не имя автора, которое написано сверху. Хорошо, это мы можем. Итак, я приоткрою, запомните первое слово. Угу. Запомнили? Угу. Да. Возьмите, пожалуйста, книгу, прижмите к себе. Медленно и верно книга. Сейчас очень модная тема экстрасенсов, правильно? Да, да, кстати, да. Тоже экстрасенс? Ну я, к сожалению, не экстрасенс, но я обладаю некими приемами. Вы знаете, что в глазах можно увидеть очень много интересного? Например, я вижу, как вы сегодня чистили зубы. Что-то делает со своей причёской. А ещё я вижу в ваших глазах слово, связанное с большим количеством людей. Это слово «прохожие», верно? Да. Да, ладно. Вы тоже видели это, да? Да, и она это видела. Посмотрите в мне в глаза, я сейчас попробую угадать номер страницы. Страница 230, нет, страница 280, слово «прохожие», верно? А, правда, да. Но это ещё не всё, подождите. Нет, ещё рано смотреть. Я хочу поиграть с вашим воображением. Давай. Представьте, что вы сейчас держите эту книгу в своём воображении, закройте глаза, лежите дома на своём любимом диване, пролистываете первую, вторую, десятую страницу, доходите до страницы 280 в своём воображении. Ой! Ой, закройте глаза. Вам что-то не понравилось? Вы вырвали эту страницу из книги. Угу. Наташа, подошла и вырвала страницу из книги? Наташа, я не смогу это сделать. И зачем ты положила её в конверт? Сделали? Да. Открывайте глаза, открывайте книгу, покажите всем, что написано на странице 280. Таня, ты её пролист... Подожди, а где она? Дамы и господа, здесь только что была эта страница, и мы видели первое слово, которое на ней написано. Там было написано «прохожие». Проверьте, что это больше нет, это страниц 280. Наташа, зачем ты вырвала страницу? Я не специальна, это всё моё воображение. Дичонки, всё это время. Это очень странно. Всё это время. Сзади вас ставил диван, правильно? Да. На котором, возможно, вы лежали. Поднимите подушку. Так. А, тут конвертик. А, тут конверт. Открывайте, что находится внутри. Нет, не показывай мне, не показывай, я не верю в это. Тебе придётся поверить, вот смотри, 280-я страница и первое слово «прохожие». Прислоните книги, подходит ли она из этой книги? Да, конечно, из этой. Мы же видели своими глазами. И все ведь страницы действительно разные. Книгу мне вот жалко больше всего. А на самом деле, наше с Наташей воображение... Ты забыла, что на прошлой неделе показывал Макс, он все предметы, которые портил, потом восстанавливал. Я уверена, что с книгой будет то же самое, но если не сейчас, то потом. Обязательно. Дорогие друзья, мы уже устали с Наташей искать подвоха, потому что найти его в фокусах Макса Вереснева практически невозможно. Да что там говорить? Он не тот, не просто уличный Мак и фокусник. Сегодня он нам показал свои экстрасенсорные способности, а еще способности перемещать предметы и прятать их на расстоянии. Ты знаешь, мне кажется, что по пятницам я превращаюсь в ребенка, потому что я начинаю заново верить в чудеса. Вот с этого момента я снова верю в чудеса. Спасибо большое, Макс, ну а мы продолжаем. Спасибо, пока.